Алгоритм принятия решения. Я постараюсь вкратце рассказать о том, что мы на сегодняшний день вообще имеем, и саму проблему озвучить. Проблему лечения пациентов с злокачественным заболеванием щитовидной железы. Заболеваемость и смертность, как вы видите, по ряду авторов она различна, но в целом оно действительно совпадает. Но и, как видите, щитовидная железа по распространенности в мире, независимо от пола и в зависимости от пола, представляются различные данные. Но, в частности, на данном слайде представлено, что заболеваемость составляет 6,7 к 0,4. По заболеваемости в зависимости от пола мы также видим, что щитовидная железа составлена как 3,1 к 10. Это мужчины и женщины в сопоставлении с полом. При исследовании по заболеваемости раком щитовидной железы, например, в США представлено, что возросла заболеваемость этой нозологии в 2,4 раза. Но это по данным до 2002 года. На сегодняшний день это говорит о том, что прирост заболеваемости действительно есть, как чаще всего, конечно же, это популярный рак. Но и в целом, если говорить о всех раках, то они в совокупности представлены на данном слайде. Говорится о том, что у ряда авторов летальность составляет 0,6%. На самом деле, всё это также зависит от выявляемости, зависит от раннего обращения, от диагностики. И, в частности, от того, что на сегодняшний день имеются возможности лекарственной терапии и оказания помощи пациентов с высокой дифференцированной раком щитовидной железы. Распределение, как вы видите на слайде представлено, 21% это составляет, видимо, не пропечаталось, прошу прощения, по цвету, это 3-4 стадия пациентов. Ну и есть стадия, когда в 1,3%, когда не установлено. Факторы риска. Хотелось бы рассмотреть тоже, действительно, всегда задают пациенты о том, как болеют пациенты, причина заболеваемости. Мы об этом, действительно, много говорим. На самом деле, хотелось бы сказать о том, что пик всего заболеваемости составляет около 40 лет. И у женщин, естественно, в 3 раза выше, чем у мужчин. Географически нам всем понятно, что действительно есть показатель, который определяет эндемическую зону. Также речь идет о дефиците йода и некоторой формы рака. Нужно знать, что избыток йода также повышает развитие различных форм рака щитовидной железы. Мы знаем все о радиации и какое значение она имеет в развитии этой тяжелой болезни. Ну и на самом деле, очень часто встречаются пациенты, у которых, не часто редко на самом деле, но встречаются пациенты, у которых во время беременности мать находилась в зоне облучения радиации. Наследственность также определяется при, например, если рассматривать форму медулярного рака, то мы понимаем о том, что есть возможности молекулярно-генетических исследований, которые позволяют на сегодняшний день четко определить наследственную форму рака. Различные формы гистологического типа рака щитовидной железы существуют на сегодняшний день. Я позволю себе не останавливаться на всех этих различных вариантах, но в целом сегодняшняя речь у нас пойдет о дифференцированном раке щитовидной железы, который представлен популярным и фолликулярным раком. Как мы все знаем, это форма рака, чаще всего популярная форма рака, практически в 90% случаев именно популярного варианта представлена, но есть различные варианты, как фолликулярный вариант популярного. То есть формы рака могут быть различными и четко определяются при гистологическом исследовании. Хотелось бы также указать на то, что все мои коллеги, кто занимается этой нозологией, имеем регламентированные документы, имеем клинические рекомендации, на которые мы опираемся, относительно которых мы работаем, и четко стараемся придерживаться тех рекомендаций, которые существуют. Основные рекомендации мы, конечно же, следим. И также недавно участвовали в пересмотре клинической рекомендации Минздрава Российской Федерации. И хотелось бы сказать о том, что мы тщательно следим за НССН рекомендациями. Есть Американская ассоциация Тереологическая, которая также выпускает свои рекомендации, которые необходимо также иметь в виду и понимать, что малейшие изменения могут в дальнейшем способствовать тому, что мы можем в дальнейшем прогнозировать и менять какую-то тактику и стратегию в отношении этой категории пациентов. На сегодняшний день, хотелось бы сказать, что радует, что есть у нас какие-то изменения, и в плане, например, классификации по градации БИТЕСДА, которую на сегодняшний день во всех учреждениях, насколько мне, вот сколько вижу, приходят пациенты, мы видим, что практически все уже придерживаются. Достаточно удобно и понятно, потому как описание тоже является очень важным. И наши цитологи описывают клиническую, не клиническую, а цитологическую картину, вот именно пунктата, полученного из щитовидной железы, но обязательно ставится по классификации БИТЕСДА, какой это тип, то есть какая категория этого диагноза. Ну и, в общем-то, это позволяет нам определять тактику в отношении пациента. Более того, я хотела бы сказать о том, что пациенты достаточно образованные и следят, особенно те, кто болеет этим заболеванием, следят за этим тщательно и прекрасно понимают уже эту классификацию. Причем, приходя на прием, они четко уже знают задать вопрос и знают уже фактически на него ответ. БИТЕСДА категория 3, что это значит и что нужно тактически в этом случае делать. Диагностически мы понимаем, что, в общем-то, немного чего изменилось и на протяжении последних 10 лет все, в общем-то, в целом одно и то же, но, по сути, мы меняем диагностические возможности в плане визуализации этой МРТ. Естественно, это делается по показаниям, но УЗИ у нас остается на первом месте. У нас появилась возможность контрастирования щитовидной железы, ну и у нас присутствует УЗИ-специалист, который чуть тщательно все это потом подробно расскажет. Ну и в основном, вот то, что представлено на слайде, то, что мы тщательно придерживаемся выполнения данных исследований. Ну и вот по поводу КТ грудной брюшной полости тоже обсуждаемо и, может, вынесено как необходимость и по показаниям, но желательно, конечно, было бы, действительно, по показаниям это да. Вопрос о контрастировании также обсуждается при наличии распространенного процесса для, вернее, для исключения отсроченного лечения радиоактивным йодом. Вопрос о контрастировании обсуждается индивидуально для каждого пациента. Как видите, онкологический пациент, он находится в центре, и сколько структур вокруг этого пациента вращается. Это все те структуры и все специалисты этих структур, которые тщательно помогают и находятся в мультидисциплинарной команде для правильного тактического выбора лечения этой категории пациента. Классический подход, как мы знаем, это первичный пациент, которого мы видим. Проводится по показаниям лечения радиоактивным йодом. Гормоносупрессивная терапия в центре основным является. Ну и дальнейшим, с учетом рекомендаций, которые имеются у нас в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, по которых мы придерживаемся, все тщательно прописано, в каком случае выполнять какие действия врача при выполнении определенного ряда обследований. Соответственно, естественно, имеется в центре радиотерапия и таргетная терапия, имеется в виду, если пациент распространенный. И при наличии рецидива необходимо, конечно же, иметь в виду рецидив и консультативное общение в плане с специалистами мультидисциплинарной команды. Что нового еще? Хотелось бы сказать о том, что это новое и, в общем-то, уже старое, можно так назвать, что определение мутации. Ну и определение мутации на сегодняшний день каким-то образом может влиять в будущем на появление новых препаратов. Ну и хотелось бы сказать о том, что пациентов, которые имеются мутации, у них выше смертность при наличии брав мутации. Определение объема. Объем определяется по ряду обследований и, соответственно, получению результата посредством выполнения определенных исследований мы можем решать вопрос о том или ином объеме хирургического вмешательства и необходимости данного вмешательства, возможности выполнения такого объема. Хирургическая составляющая. Почему мы сегодня собираемся для того, чтобы понять, нужно ли делать пациенту калечащие огромные операции, либо действительно переводить его на режим лекарственной терапии. Все-таки это очень скользкий такой узкий момент. И где-то грань нам нужно, в общем-то, разобраться и понять, когда мы можем действительно предложить хирургическое вмешательство, а когда мы можем назначить препараты группы таргетной терапии церафениб или линвотениб. Соответственно, эта возможность определяется именно мультидисциплинарно. При возможности удаляется компонент хирургический, если действительно калечащие и операция связаны с магистральными сосудами, в этой ситуации, конечно, обсуждаемый вопрос, необходимо решать коллегиально. Несколько клинических случаев хотелось бы представить, у которых выполнены ряд хирургических вмешательств, когда возникает необходимость пациентке действительно удаления гортани и не было надобности в этом объеме. Возможность была удаления щитовидного хряща и в дальнейшем лечения радиоактивным йодом. У пациентки участок хряща был удален, отправлен на лечение, выполнена пластика, с учетом того, что была также резекция мышц гортани, частичная и шейного отдела пищевода, резинопластика, и в общем, пациент отправлен был на лечение радиоактивным йодом. Ситуация сложнее. Когда у пациента имеется прорастание опухоли во все слои шейного отдела пищевода, естественно, мультидисциплинарной командой решается вопрос выполнения объема. Опять же, хотелось бы вернуться к тому, что если пациент радиотрезистентный в этой ситуации, выполнять ли этот объем? Или это нерезистентный пациент? Это очень много вопросов, которые всегда возникают, и мы обсуждаем с Евгением Владимировной очень часто, потому что не хочется пропустить тот момент, когда пациенту рекомендовано должно быть лечение радиоактивным йодом, но если пациент уже получал радиоактивный йод, и у пациента имеется врастание в области, имеется рецидив и врастание в шейный отдел пищевода, и, возможно, у пациента резистентность будет в последующем возвращаться к этому объему. То есть это вопросы, которые бесконечно возникают, и действительно, грань очень тонкая. Выполнена этому пациенту операция в объеме удаления этой опухоли, и выполнение этой операции, оно действительно травматично, но у пациента все хорошо, на сегодняшний день выполненный объем восполнен трансплантатом. Пациентка, у которой выполнена большая операция, она, в общем-то, была действительно радиотрезистентная, и подрастание было к стволу, выполнено выделение и ствола, получается, стволов магистральных сосудов. При помощи во всех этих командах действительно участвуют таракальные хирурги, потому что без этого невозможно, это должно быть сделано двубригадно. Операции очень сложные, травматичные, и, конечно же, они должны быть обоснованы для того, чтобы понимать, нужно делать такой объем операции хирургического вмешательства или нет. Как видите, объем полный, опухоль полностью удалена, но и, в общем-то, качество жизни у этих пациентов на сегодняшний день не пострадало. Соответственно, пациентка с опухоли-читаидной железы, с рецидивом, неоднократно леченая до нашего лечения в другом учреждении, выполнено хирургическое вмешательство, и также совместно с отделом хирургической онкологии, таракальной онкологии, выполненный объем с реконструкцией, с пластикой и выполнением данного объема. Также пациентка, у которой были вынуждены выполнить одномоментную операцию с удалением опухоли, гортоноглотка, и выполнена операция в большом объеме с одномоментной пластикой. Тактика лечения при выявлении рецидивов популярного фолликулярного рака. В этом случае мы обращаемся опять к клиническим рекомендациям, они все прописаны, и понятно, что в основу этого лежит, конечно же, и также стимуляция на фоне стимуляции наличия и уровень тириоглобулина, относительно этого решается вопрос о дальнейшей тактике лечения этой категории пациентов. Но основной целью, я думаю, что коллеги мои из Архангельска расскажут о том, что действительно основной целью является лечение, и почему мы направляем, и каким образом это все реализовывается. Я думаю, что все это будет рассказано. И хотелось бы сказать, что самое тяжелое на самом деле, то, что получается так, что пациент приходит леченый в другом стационаре, а наблюдаться ему негде. Такая ситуация возникает очень часто, и вот Евгения Владимировна это знает, и мы постоянно с ней консультируем эту категорию пациентов, потому что достаточно сложно, они не могут найти возможность консультации по месту жительства, ввиду того, что не все умеют вести, и сложно понимание, нужно в какую группу перевести, группу низкого риска или среднего, высокого риска. То есть это очень важные моменты, которые необходимо индивидуально каждому пациенту подводить. Мы понимаем, что есть эти три группы риска, относительно этих трех групп риска мы определяем тактику введения данной категории пациентов. Все регламентированные документы имеются, и относительно этих документов мы, в общем-то, этих пациентов ведем. И в целом это облегчает ситуацию для введения и прогнозирования рецидива у этой категории пациентов. Ну и как видите, что наблюдение после радиоабляции, оно, ну вот, как я уже сказала, конечно, должно быть наблюдаться не только у одного эндокринолога или только у хирурга, это должно быть в комбинации, это должно быть комплексно. И очень важно понимать, что самым главным здесь является это отмена препарата и синтеграфия, а дальше уровень тиреоглобулина. Это является основополагающим в этой ситуации. Ну и первичный риск рецидива с полностью удаленным первичным очагом и отсутствием доказательств отдаленного метастазирования. Наблюдение. Что мы видим при низком промежуточном высоком риске? Мы видим, что возраст данного пациента может быть любой, а может быть 20-60 лет, это когда промежуточный риск идёт у пациентов. Но и при высоком риске, риски, как видите, представлены на слайде. Размеры первичной опухоли также могут быть от меньше единицы до пациентов, у которых больше 4 сантиметров. Ну и, как видите, что имеются агрессивные типы, есть минимальное распространение, есть ограничения. То есть очень важно иметь ещё вовлечение в процесс региональных лимфатических узлов, есть оно или нет. Относительно этого строится схема наблюдения в зависимости от риска рецидива. И риск рецидива, понятно, что в течение последующих двух лет этот пациент будет находиться у вас под наблюдением, и эти пациенты наблюдаются, уже понимая сами. Они приходят и говорят, у меня хорошие гормоны, у меня плохие гормоны. Они уже понимают, как и на что ориентируется лечащий врач. Ну и необходимо также наблюдение в течение 6 месяцев. У тех пациентов, у которых имеется промежуточный и высокий риск, стимулированный тиреоглобулина, он наблюдается в течение 1-2 лет. УЗИ мы выполняем у всей категории пациентов. Ну и диагностическая, как видите, синтеграфия, выполняется у пациентов в группе промежуточным и высоким риском. КТ и МРТ регламентированы и рекомендованы при подозрении. На самом деле, КТ выполнение мы рекомендуем, МРТ выполнение 1 раз в год. Если есть подозрение, то индивидуально каждому пациенту. Ну и вот по поводу ПЭТ, конечно же, это исследование, которое вошло также рутинно, но к нему есть свои определенные показания. Критерии радиотрезистентности. О них тоже, я думаю, что скажет коллеги из Архангельска, Мария Васильевна, о том, что есть определенные критерии, когда имеется прогрессирование, определенный срок существует прогрессирования, когда есть очаги, которые не накапливают радиоактивный йод, и четко при синтеграфии это видят специалисты. Ну и понятно, что при суммарной лечебной дозе отсутствует регрессия очагов опухоли. Традиционно, что мы предлагаем, у нас есть рекомендации, опять же, к ним обращаемся. Те препараты, которые у нас есть, к сожалению, они обладают очень низкой активностью, они очень низкой частотой ответа, редко, когда мы получаем полную ремиссию, и, соответственно, короткая длительность ответа. Понятно, что те препараты, которые мы получаем, они обладают высокой токсичностью. Есть пациенты, у которых проводится также симптоматическая терапия, но и на сегодняшний день мы понимаем, что для наших пациентов имеются возможности таргетной терапии, которая на сегодняшний день уже существует. Есть рекомендации НССИН, которые обращались буквально вчера для того, чтобы создать эту презентацию, и, как видите, они не изменились с версии 1.2019, в общем-то, все осталось в том же ракурсе, и также рекомендуется линвотениб как предпочтительный выбор при популярно-фолликулярном раке. Но и также хотелось бы сказать о том, что сарафениб также принимается индивидуально для каждого пациента, и определенно для каждого этих пациентов необходимо понимание сопутствующей терапии у этой категории пациентов. Ну, это два препарата, о которых бы хотелось сказать, что они были исследованы, были проведены исследования Decision Select, и хотелось бы немножко сказать о самом исследовании, потому как мы должны понимать, что это исследование действительно проведено на пациентах, создано были три группы пациентов. Первая группа пациентов, у которых возраст составил меньше 40 лет, и это практически все были высоко дифференцированной формы, размеры метастаза были маленькие, незначительные, и изначально накапливали радиоактивный йод. Вторая группа пациентов была изначально накапливана, но прогрессирующая. И третья группа, редкая группа, которая изначально рефракторная к радиотерапии. Что удивительно, то, что в этой группе собрано 132 пациента, первично рефракторные изначально. На самом деле это на следующий день уже происходит чаще, чем мы, например, наблюдали ранее. Хотя можно обратиться к тому, что ранее у нас не было столько, может быть, и знаний. На самом деле сегодняшнее появление таргетных препаратов тоже позволяет нам понимать, что все изменилось. По тому, что мы видим на сегодняшний день, при градации, при исследовании и понимании двух препаратов, линвотинип, это ингибитор-рецептор тирозинкиназ. Необходимо понимать, что существует несколько мишеней, их много этих мишеней, и более того, при каждой локализации, при каждой нозологии есть определенные мишени. В частности, если говорить о линвотинипе, это ингибитор-рецептор тирозинкиназ, и он действует в отношении VGFR и FGFR-мишеней. И, как видите, данное исследование, оно действительно хотелось бы показать в том, что эти два препарата, они абсолютно показаны при данной патологии. И линвотинип, в отличие от сарафинип, выраженно ингибирует именно VGFR, как опосредованно, через ангиогенез. Сам препарат, мы должны понимать о том, что очень сложный механизм появления и роста опухоли, сам препарат может контролировать сам рост опухоли, каким образом он действует. Он ингибирует ангиогенез, он воздействует на лимфоангиогенез, микроокружение опухоли, и преодолевает резистентность к ангиогенезным препаратам. Сам дизайн был создан в исследовании SELECT, это двойной слепой исследований, фаза 3. Пациента составило 390 человек, 392 человека, и стратификация по географическому региону, по предшествующей терапии, и направлена на VGFR и VGFR. И возраст составил меньше 65 лет, и более 65 лет. Само исследование были определены первичные конечные точки и вторичные конечные точки. Как видите, в комбинации линвотениба с плацебо, мы видим, в месяцах это составило 18,3, в сравнении с плацебо-группой. И есть еще и обновленные, далее я представлю обновленные данные, которые показывают, что медиана выживаемости безрецидивного прогрессирования, она составляет более чем 18 месяцев, и далее будет представлена. Частота объективного ответа составила 65%. На самом деле это очень важно, потому что эти пациенты, которые впоследствии у нас оставались просто без лечения, либо выходили на химиотерапию, либо на лучевую дистанционную терапию, на следующий 65% ответов, которых мы можем получить, это очень большое достижение. Нежелательное явление, с которым мы сталкиваемся, это основная проблема. И сейчас, например, я консультирую дистанционно, есть пациенты, которые находятся в регионах, и мы назначаем линвотениб или сарафениб, и мы понимаем, что эти пациенты, есть в регионах доктора, которые ведут этих пациентов, и достаточно сложно появляются вопросы, мы очень тесно контактируем и решаем вопросы дистанционно, ввиду того, что появляется нежелательное явление, в том числе это в большей степени дегипертензия. У наших пациентов, которыми мы работаем, здесь очень тщательно помогают нам кардиологи и терапевты для того, чтобы проводить антигипертензивную терапию. Необходимо знать обязательно суточную дозу линвотениба, которую можно редуцировать и снижать при наличии каких-либо осложнений, об этом четко знает курирующий доктор. Ну и хотелось бы сказать о том, что в выводах действительно 18,3 медиана составляет при лечении линвотенибом, ну и объективный ответ составит 64,8%. Вот данные обновленного анализа составили, что медиана составляет 19,4 месяцев. Ну и таргетная терапия, хотелось бы сказать в заключении, что на самом деле на сегодняшний день она, конечно, облегчила жизнь наших пациентов, в плане того, что мы можем понимать, что эти пациенты не брошены и получат терапию, которая будет иметь эффект. Понятно, что не всем она может помочь, но в ситуации с определенной категорией эффективность мы можем достигнуть. Нежелательные явления должны контролироваться, но и в целом на сегодняшний день надеюсь, что те мишени, которые существуют, будут найдены, наверное, все-таки и другие какие-то мишени в исследовании рака щитовидной железы и препараты, которые будут воздействовать на эти мишени и на лечение тех пациентов. Очень большой вопрос у нас на сегодняшний день остается с недифференцированной формой. У нас импластический рак, который действительно очень сложно лечить. Но я думаю, что это все впереди. Хотелось бы вас пригласить, несмотря на коронавирус, у нас пока не было отмены того, что у нас не будет проходить форум. Хочется всех пригласить на этот форум, в котором также будет задействована группа опухолей головы и шеи, будет представлена секция. С Екатериной Викторовной будет отдельная секция представлена. Она будет представлять вместе со своими коллегами по радиологическому профилю. И с Евгением Владимировным мы встречаемся на наших секциях. Поэтому всех приглашаем. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok